Братья и сестры, действительно, слава Господу, что мы читаем на страницах Священного Писания о том, что обещания Божьи, они верны. И одно из таких уже слов мы могли слышать в рождественские дни, когда отмечали приход Господа. Луки 1 глава 37 стих, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Это да и аминь. И когда мы смотрим о том, что Господь говорит о себе, что Он ли скажет и не сделает, это просто невероятно, это невозможно, потому что Бог говорит, и Его Слово производит работу. Бог не как человек, Бог не как Сын Человеческий, который скажет и не делает. И когда мы смотрим сегодня на прошедшее, на то, что мы переживаем с вами, то одни люди приходят к Господу, откликаются на Его призыв, они поклоняются Господу, а другие люди остаются вне поклонения, вне спасения. И что происходит в сердца таковых людей, братья и сестры, как помочь. Есть ли рецепт сегодня для того, чтобы помочь таким людям, которые блуждают во мраке неверия, братья и сестры. Конечно, Писание нам определенно, четко и ясно говорит об этом. Первое послание Иоанна, 5 глава, стих 10. Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал, о Сыне Своем. Очень просто. Евангелие доступно для каждого человека. И когда человек открывается, когда человек принимает свидетельство Божие, тогда приходит спасение в его жизнь. Проблема вторая, с которой встречается человек, на умах лежит покрывало. Даже тогда, когда человек читает книги Священного Писания, на его уме, на его сердце лежит покрывало. Рецепт 1. Когда обращаются ко Христу, это покрывало снимается Господом. Только подумайте, только подумайте. Такие люди важные, политические деятели, любимцы, мужи по сердцу Божию, храбрые, отчаянные воины, но они говорили о том, что «Открой глаза мои и увижу чудеса закона твоего, братья и сестры». Вот как раз сегодня мне и хотелось об этом поговорить, потому что мы столько много слышали. И не только слышали, мы видели, как люди отмечают пришествие Господа нашего в этот мир. Каждый дом, многие, по крайней мере, дома, они очень наряжены. Но пройдет немножко времени, и все это блестящее, светящееся, красивое начнут снимать. И мы с вами свидетели. А с чем же мы останемся сегодня, братья и сестры? Подводя вот итог всему тому, что мы с вами слышали, позвольте мне сегодня тоже предложить текст из книги Библии. Первое послание Тимофея. Третья глава читаем с 14 текста и ниже. Это пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. И беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился воплоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Братья и сестры, Павел Апостол находится в вузах. Павел понимает о том, что жизнь и бег его приходит к концу. И мы не так давно в старшей группе просматривали вот эти послания, тюремное послание апостола Павла. Он обеспокоен церкви. Он напоминает человеку, с которым он очень много прошел. И он говорит, ты должен знать что-то о церкви. И я хочу, чтобы ты это знание никогда не упускал. Братья и сестры, но основное значение, о котором мне хотелось сегодня говорить, говорить именно об этом 16 стихе, «Беспрекословно, великое благочестие, тайна, Бог явился во плоти». Тайн существует очень много. Апостол Павел был сведущ в тайнах о церкви, о нас, язычниках. И он являлся учителем-язычником, апостолом-язычником. Братья и сестры, Иисус Христос говорит о том, что вам дано знать тайны, а для прочих они в притчах. И поэтому сегодня, когда мы смотрим на это значение, братья и сестры, первый момент, который мы с вами прочитываем здесь, тайна заключается благочестие в том, что Бог явился во плоти. Это вещь, которую мы должны с вами запомнить. Интересное здесь слово. Бог стал человеком, стал видимым. Когда мы с вами читаем о Господе Боге, написано, «Никто из человеков Бога не видел и видеть не может», таким, как он есть. Даже Моисей, тот, который разговаривал с ним лицом к лицу, попросил его, «Покажи мне славу свою». И Господь Бог ответил ему, «Человек не может видеть лица моего и оставаться живым». И все-таки вот это желание Моисея было удовлетворено, и Господь поставил его, прикрыл его и провел свою славу. И он ее только сзади мог смотреть. Братья и сестры, здесь мы с вами читаем, Бог явился во плоти. То есть, Бог явил Себя, стал видимым для человека. И мы об этом с вами читаем на страницах Священного Писания. Иисус Христос свидетельствует о Себе в Евангелии от Иоанна 8, 58, «И сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есмь». Это слово, которое относится всегда к Господу Богу, к Яхве, «я есмь тот, кто я есмь». Братья и сестры, это Господь наш говорит о себе, о том, что Он существовал всегда. Но в последнее время принял плоть человеческую на себя и по виду стал как человек. Для чего это нужно было Господу? Братья и сестры, мы с вами читаем послание Галатам 4, 4. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал своего Сына Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, чтобы нам получить усыновление». С воплощением Господа Иисуса Христа и Его искупительным деянием очень много связано драгоценных истин для народа Божьего, о которых должно напоминать каждый раз, братья и сестры. И поэтому, когда мы смотрим с вами на страницы Священного Писания, мы видим, что Господь наш Иисус, приняв плоть человеческую на Себя, одновременно оставался Богом. Но как человек, Он рассказывал и открывал людям тайны Свои. Посмотрите, 17, 5. Господь говорит «И сегодня прослав Меня Ты, Отче, у Себя самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира». Евангелие от Иоанна 1, 14 написано «И Слово стало плотью, и обитало с нами полную благодать и истины». 18 стих этой же главы «Бога не видел никто никогда, единородный Сын Сущий в недре отчим Он явил». Когда-то Филиппу Господь сказал «Филипп, столько времени я с вами, и ты, не знаешь Меня, Филипп, видевший Меня, видел Отца Моего». Братья и сестры, это действительно был Господь во плоти явившийся. Посмотрите, как нам презентует в послании к римлянам апостол Павел 9, 5. «От них и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог». Однако, когда мы с вами разговариваем о том, что Он принимает образ человека для того, чтобы искупить подзаконных, для того, чтобы нас, грешных людей, избавить от проклятия, ему нужно было по благодати Божией вкусить грех за всех человеков. А Богу угодно было Его, святого, непорочного, на Него возложить грехи всех нас, чтобы Он стал источником спасения нашего. И об этом надлежало не только знать, но об этом надлежало и благовествовать, и рассказывать другим людям о том, чтобы и они могли прийти к этому откровению и познанию. Братья и сестры, Бог явился во плоти. Это относится к Его человеческой природе, потому что сам Бог умереть не может, но Он, как человек, Он умер. И поэтому мы с вами прочитываем, Он родился от жены. И мы, братья и сестры, каждое слово в книге Священного Писания, оно имеет глубокий-глубокий смысл. Люди сомневались, люди не доверялись свидетельству Господа, и они говорили, когда придет Мессия, никто не будет знать, откуда Он. А этот галилейский пророк, мы знаем, откуда Он. И братья, и отец, и мать, и сестры Его не между нами ли находятся, и они соблазнялись о нем много, братья и сестры. Но когда мы с вами открываем страницы Священного Писания, даже такие истории, которые пишут нам о родословиях, кто кого родил, и там мы можем для себя найти эти драгоценные жемчужины, потому что в них видно премудрость и сила Господа. Написано, Иосиф, муж Марии, от которой родился Иисус. И оказывается, даже в этом отношении угодно было Духу Святому засвидетельствовать о том, что это семя жены, и, потому что Иосиф к этому не имел никакого причастия. И мы с вами читаем, когда они были обручены, первая глава Евангелия от Матфея, он узнал о том, что она имеет в очреве, он хотел тайно отпустить ее, будучи праведен. И когда он это помыслил, то ангел Господень явился и говорит ему, Иосиф, муж праведный, не делай этого, потому что она имеет в очреве от Духа Святого. Не бойся ее принять. И он послушался ангела Господня и поступил так, как должно было поступить. И поэтому в этом-то случае как раз исполнилось пророчество, которое было провозглашено за 750 лет до этого события. Вот Дева в очреве примет и родит сына и нарекут ему имя Эммануил, что значит с нами Бог. За 750 лет пророк Исаием, евангелист Ветхого Завета, предсказал о том, что это будет девушка, не познавшая мужчины. И мы с вами читали сегодня, брат Павел как раз напоминал нам вторую главу, первую главу, когда Мария говорит, «Как это может быть, когда я не знаю мужа?» И тогда вестник, небожитель, свидетельствует ей, «Дух Святой найдет на тебя, сила Всевышнего осенит тебя, поэтому и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим». Братья и сестры, как важно нам сегодня доверять Слову Господню. Мы с вами читаем, евангелист Иоанн пишет, «И Слово стало человеком, братья и сестры». Слава Господу за то, что мы сегодня имеем это истинное свидетельство, потому что действительно в Господе мы имеем это. Посмотрите, для чего это нужно было? Послание к евреям, 10.5. «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне». «Ты приготовил для меня тело мое». В современном переводе так сказано. Кто этот, тот, который позаботился наперед, это Господь Бог, Духом Святым. Поэтому, когда мы смотрим сегодня, очень важно для нас увидеть эту картину искупления, чтобы искупить подзаконных, дабы нам иметь Отца, дабы нам получить усыновление. Братья и сестры, мы были чужие, мы были безбожники, мы были без надежды в этом мире, и Бог нас принял в Свою семью. Врагов, грешных, погибших, жалких, грешных людей, Бог в премудром плане Своем нашел пути к нашему сердцу, и Он нас принял и назвал Своими. Братья и сестры, смотрите, вторая истина, которая здесь стоит. Он оправдал Себя в Духе. Речь идет опять о Господе нашем, Иисусе Христе. Оправдан в Духе. Духом был явлен праведником. Братья и сестры, что это за состояние в жизни? Братья и сестры, очень важно для нас понимать о том, что мы с вами должны ходить в Духе Господнем на этой земле. Посмотрите, как здесь написано об этом. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой и станете мне свидетелями в Иерусалиме, Иудее, Самарии и даже до края земли». Братья и сестры, о самом Господе сказано о том, что его жизнь, она была не бесплодной, она была очевидной. Он имел, Он оправдал Себя в Духе. Посмотрите, как написано 2.22, Деяния апостолов. «Это муж, засвидетельствованный нам от Бога силами, чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через Него». Бог через Него творил. Когда-то люди подошли к слепорожденному и говорят, этот человек не хранит субботы, он грешный. Он говорит, грешный ли он, я не знаю. Я одно знаю, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога, того он слушает. Братья и сестры, посмотрите, 5.32. «Свидетели ему в этом мы и Дух Святой, которого Бог даровал повинующимся Ему». Писание говорит, «Кто Духа Христова не имеет, тот и не Его, ибо все, водимые Духом Божьим, суть Сыны Божии». Посмотрите, братья и сестры, когда люди вызывали недоумение в Его жизни, Он говорит, «Я Духом совершаю это служение в жизни». И поэтому, когда мы смотрим, братья и сестры, это очень важно для нас видеть на страницах Священного Писания, потому что Господь помазал Его Духом Святым. Это книга Деяний святых апостолов, 10 глава. Мы читаем следующие слова здесь с 38-го стиха. «Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворяя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним». Братья и сестры, в другом мы читаем пророческое слово, Исаис 61, написано, «Дух Божий помазал меня и послал меня совершать дело служения». Братья и сестры, это относится к нашему Господу. Еще есть одна особенность, которую мы здесь видим. Он показал себя ангелом. «Когда он вводит первородного во вселенную, то говорит, и поклонится пусть все ангелы Божии ему». Это говорится о Господе нашем Спасителе Иисусе Христе. Мы видим, служение ангелов сопровождает явление служения Господа нашего Иисуса Христа. Когда на полях Вифлеемских ангел возвестил, то вместе с ним многочисленное воинство ангелов славило и прославляло Господа. Он был явлен для них, и они возвещали эту истину пастухам. Братья и сестры, служение ангелов было тогда, когда он находился в пустыне, когда он молился до кровавого пота в Гефсимании и оставленный друзьями своими, он находился в сильнейших страданиях плоти. Тогда ангел с небес пришел и укреплял его в Борении. Мы с вами читаем на страницах Священного Писания. Братья и сестры, когда мы смотрим сегодня на многие моменты нашей жизни, очень важно еще одну весть взять о том, что его подвиг, его служение проповедано в народах. Это повеление, это результат его искупительной смерти на Голговском кресте. Посмотрите, как здесь написано в Евангелии от Марка, 16 глава. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Это власть Господа воскресшего. В Евангелии от Матфея 28 главе сказано о том, что дана мне всякая власть на небе и на земле. И опять идет посланничество, опять идет открытие Божьего дела и работы для его учеников и апостолов, чтобы они могли понести эту весть по всему миру. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Братья и сестры, еще одна особенность, заметьте, что эта весть проповедующая, она является славной вестью. 1 Тимофея 1.10 по славному благовестию блаженного Бога, которое мне вверено. Братья и сестры, это то, к чему Бог побуждает людей. И мы с вами смотрим на апостола Павла, который пишет первое послание, первое письмо Тимофею, он говорит, это славное благовестие блаженного Бога. Братья и сестры, это весть, которая оздоравливает окружающий нас мир. Посмотрите сегодня, мир нисколько не стал лучше, он страшной болезни, и Евангелие несет здоровье, здравую весть оно несет в этот мир. Братья и сестры, заметьте, еще одна особенность, она не только славная, потому что оно никогда не придет, если Ветхий Завет, о котором мы с вами читаем, его слава тускнеет по причине того, что придет Новый Завет, Новый Господь, поменяется священство, но не поменяется эта весть, которую принесена к нам самим Господом. Почему оно называется славным? Потому что первым проповедником благой вести был сам наш Господь. И когда он проповедовал первыми слушателями его, это были его апостолы, ученики его, братья и сестры. Заметьте, еще одна особенность здесь, в этой проповеди, она вверена ему, она от Бога, она абсолютно для всех людей. Почему она так важна? Потому что она спасительная весть, потому что в Евангелии это сильная весть, способная менять жизни. Братья и сестры, посмотрите, как эта весть работала в жизни самого апостола Павла. Она открылась во мне обильно с верой и любовью. Братья и сестры, разве это не удивительно? Человек, который отнимал жизни, человек, который преследовал и искоренял веру в Иисуса Христа у других людей, последующих за Господом вдруг свидетельствует нам сегодня, открылась во мне обильно с верой и любовью во Христе Иисусе. Это источник, когда Господь вошел в его жизнь, тот, кто отнимал жизнь, теперь готов сам ходатайствовать о том, чтобы Господь его вычеркнул из книги жизни ради сродников моих братьев по вере иудеев. Братья и сестры, это делает апостол Павел. Братья и сестры, но заметьте, здесь еще сказано, принят верою в мире. Не весь мир уверовал, но те, кто приняли, они получили плоды спасительной любви Божьей. братья и сестры, вот что это значит. Поэтому, когда мы смотрим, братья и сестры, умножается вера и любовь каждого из вас. Возрастает эта вера. Когда мы с вами знакомимся с библейскими, с писанием, то мы всегда находим о том, что это очень важно для нас. Посмотрите, как написано, но которое ныне явлено через писания пророческие по повелению вечного Бога возвещено всем народом для покорения их вере. Вот чем занят был апостол Павел, братья и сестры. И когда мы с вами смотрим послание Галатам, в послании Галатам мы с вами читаем удивительную историю, которая затрагивает жизнь и служение самого апостола Павла. Вот как он пишет об опыте своего схождения в иудейских церквах. Церквам Христовым, 1 глава, 22 стих и ниже. «Я лично не был известен, а только слышали они, что гнавшие их некогда ныне благовестуют веру, которую прежде истреблял». Братья и сестры, он стал насаждать то, что искоренял. Это он, о нем написано, что он опустошил церкви в Иерусалиме. И теперь чем он занят? То, что раньше искоренял, теперь насаждает, плантирует. И что это был за работник, братья и сестры? Это не только слово передавал, он и душу свою вкладывал в эту весть. Вместе с истиной Божьего откровения он вкладывал своих слушателей свое сердце так старательно, со слезами, с молитвами, усердно, прилежно, до полного изнеможения он трудился, насаждая веру в Господа Иисуса Христа. Братья и сестры, какой потрясающий пример для каждого из нас. Но заметьте, здесь написано, служение закончилось всем, он вознесся во славе. Вы помните, чем закончилось те сорок дней, которые пролетели быстро? Апостолы говорят, мы елись и пили с ним по воскресенье. Мы осязали и рассматривали его. Мы видели его славу как единородного от отца. И вот теперь смотрите, финал служения и труда Господа вознесся во славе. Братья и сестры, когда мы читаем эту картину, она предстает перед нами. И когда он разговаривал с ними и стал их благословлять, и когда благословлял, стал отдаляться от них, и облако взяло его из вида. Братья и сестры, он не пошел, чтобы там пережить славу. Он славой увенчан был уже здесь. Поэтому-то мы и читаем, смотрите, на страницах Священного Писания застрадание по благодати, которую он должен был вкусить. Он удостоился чести и славы, и поэтому он туда восходил. А что люди сделали, братья и сестры, посмотрите, посмотрите, как здесь написано. Интересный есть Псалом, Псалом 23-й седьмого стиха мы читаем такие слова. «Поднимите врата верхи ваши, поднимитесь двери вечные, и войдет царь славы». Кто сей царь славы? Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани. «Поднимите врата верхи ваши, поднимитесь двери вечные, и войдет царь славы». Кто сей царь славы? Господь сил, он царь славы. Говорят, этот Псалом был написан тогда, когда Давид должен был ковчег завета вернуть в дом в Иерусалим на свое место. Братья и сестры, этот Псалом пели, но во дни Ирода Великого каждую субботу исполнялся этот Псалом. Как это трогательно. Братья и сестры, этот Псалом пели тогда, когда люди приходили на праздники в Иерусалим. Этот Псалом звучал тогда, когда Иисус въезжал в вербное воскресенье последний раз на Пасху в Иерусалим. Люди пели, но люди не узнали его, люди его убили. Побесили его, пригвоздили гвоздями к древу, и он умер, как злодей посреди злодеев. Братья и сестры, а как Господь оценил его подвиг своего сына? Славой и честью увенчан Иисус. Мы с вами прочитали свидетельство «Вознесся во славе». Братья и сестры, люди клянут, люди ругаются, люди отрекаются, а Господь благословляет. Вот так в жизни и встречается здесь. Вот так люди поступили с Божьим Сыном, и сегодня, когда мы смотрим с вами на страницах Священного Писания, братья и сестры, это сегодня для церкви руководство, чем мы должны быть заняты с вами, о чем мы должны думать. Мы должны сегодня учиться у апостола Павла, находится в узах, и не думает, какими бы путями ему освободиться, но он весь устремлен дальше. Он пишет, «Я приду к вам, потому что сегодня уже для меня все места, которых я раньше думал, что туда нужно принести Евангелие, они уже достигнуты. В Испанию пойду, и когда приду в Испанию, тот час вернусь к вам». Братья и сестры, какой потрясающий пример сегодня для нас о том, чтобы наша жизнь могла быть действительно похожа и деятельна. Говорят, что эти стихи с 14 по 16 первые христиане часто пели на своих богослужениях. Я думаю, что нам необходимо, чтобы эти слова действительно легли на наше сердце, и чтобы мы могли быть спаспешниками великой истины Божьей. Я хочу, чтобы ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть в Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. Пусть Господь благословит нас в хождении и служении. Аминь. Помолимся Богу.